Сложно представить, но солдат Красной Армии и немец пьют из одного котелка. На самом деле чаем на морозе согреваются военнослужащие танкового соединения на станции дивизионной. Сегодня задача у них реконструкция исторических событий. Можно подумать, что здесь кино и немцы, но все серьезно. Военнослужащие танкового соединения воссоздают события декабря 1942 года. А конкретно Татсинский рейд, ожесточенные бои которого состоялись в ходе Сталинградской битвы. Военные долго изучали историю, собирали тулупы и валенки с выставок и искали обмундирование и оружие в армии. Отлично вписался в эпоху недавно восстановленной, единственной в Бурятии Т-34. Сегодня в танке женщина. За всю жизнь первый раз была в танке Т-34. Это единственный танк, который сейчас работает, который служит нашей в Республике Бурятии, нашей армии. Танк Т-34. Конечно, впечатления очень отличные. Также в составе экипажа легендарного Т-34 чемпионы мира танкового биатлона. Они как раз проходят военную службу в танковом соединении. Был в составе экипажа. Очень приятно, на самом деле, что пригласили почувствовать, насколько это... Все как по-настоящему. Да, все как по-настоящему. Можно сказать, окунулся в те действия, которые происходили на тот момент. Рейд 24-го танкового корпуса по тылам врага в декабре 1942 года является одной из ярких страниц в боевой летописи танкистов. Судьба битвы за Сталинград висела на волоске. И чтобы изменить ситуацию, в рейд станицы Тацинской прибыл 24-й танковый корпус генерала Баданова. Все реконструкции сегодня создавались в честь памяти наших предков, в честь тех, кто умер, отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, за нас и за наше будущее. В рамках празднования 80-летнего юбилея Тацинского рейда в воинских частях Бурятия организуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. А сегодня бой закончен и уставшие солдаты возвращаются домой. Мария Латышева, Антон Колесников. Новости дня.